Вот сегодня еду в метро, короче, вот эти вот сидушки, вот такие вот, короче, это не такие же, как оранжевые, в общем, это вот другие получаются. И вот сразу видно, как бы, как блогер, да, как независимая оценка, то есть, сразу видно, что эти сидушки, как бы, человек, который оплачивал, оплачивал, да, воведовал, то бишь, что он их не пробовал, то есть, он не понимает, что это такое. Почему? Потому что, если вы сядете вот на эти сидушки, особенно, когда никого нет, вот, и если у вас еще, не дай бог, скользкая одежда, да, то есть, ткани все есть, бывают шершавые, бывают не шершавые, вот, то вот эти вот сидушки именно оплачивал человек, который вообще, то бишь, никогда не ездит в метро. Почему? Потому что, если вы возьмете даже старые вагоны с советской обивкой, вот, а, возможно, это старый вагон, который реставрировали, то в нем, как бы, даже дермантин очень высокого качества, который вот до сих пор вагоны ездят, многие, наверное, даже не реставрировались, там где-то подшиваются, может, какие-то дырки, а вот эти сидушки, это вообще самые конченые вагоны киевского метрополитена, лично мое мнение. Вот на эти сидушки, если садишься, особенно в скользкой одежде, и когда людей нет, ты ездишь, как будто бы, я не знаю, но они даже небезопасные по технике безопасности, потому что ты вот так вот ездишь, просто как на гололёде каком-то получается. И вот я этими сидушками вам просто хочу объяснить то, что видите, когда люди не пользуются той вещью, которую оплачивают, то есть обычно это чиновники только, то получается вот такое вот фуфло. Вот вам просто на сегодняшний день реальность 24-е, 08-е, 24-е. Все, подписывайся на канал, ставь лайк, если тебе понравилось видео. Субтитры сделал DimaTorzok